Здравствуйте подписчики моего канала, зрители данного видео. Поросеночку нашему уже 7 дней, ну будем считать, что 7 дней. Вообще 6 дней, завтра будет 7, сейчас мы быстренько взвесим и узнаем, сколько он весит. Вес его должен быть в пределах 2,5, сколько там по таблице, 2,6? 2,6. 2,8. 2,2,6. Мы сейчас узнаем, сколько он у нас весит. 3 килограмма. В принципе, развиваются пока нормально. Это такой простой способ проконтролировать правильность развития поросят. Все, давай сюда. Мы сейчас сходим. Сейчас мы вам мамочки отдали. Ну все, кушай, кушай. Кушай, кушай. Вот его братья и сестры. Да не надо меня только пробовать на зуб. Есть чуть поменьше, наверное, даже не самый крупный, ну и не самый мелкий. В принципе, я брал первого попавшего, чтобы он не орал, чтобы она меня не съела. Я особо не это сам, не выбирал. Я думаю, 2,6 по-любому будут даже самые маленькие. В принципе, пока все, значит, им хватает и корма, да, я так понимаю? Ну, то есть молока. У меня буквально, ну, в тот понедельник, сейчас воскресенье, ну, неделя еще не прошла. Неделю назад опросилась рыжая свиноматка. Ну, и, соответственно, привела 11 поросят. У нее было в, ну, в этом, как сказать, в помете, в аппарусе. В общем, двое сдохло. Куда? Чье это место? Кушай-то. Двое сдохло, 9 нормального функционируют. Кушают, сидят, играются, что-то роются. Все это происходит на глубокой подстилке. С бактериями от водограя. Чувствует себя прекрасно. На улице, когда она просилась, была минусовая температура, минус 6, там немного было, в принципе, минусом. Это у нас в январь-февраль месяц. Но в помещении очень тепло, хорошо. Они даже, я не вешал ни лампы, никакой фигни. Им хватает, все, все отлично. Как бы развиваются нормально, не чихают, не кашляют. Ни корею, не болеют, да, ни этим самым. А то у нас в школе сейчас везде эпидемия. Позакрывали школы, всех поразгоняли. Ну вот. Первую неделю взвесили, вторую неделю опять взвесим, посмотрим вес. Пока все улаживается. Это такой, ну как скажем, для себя, большая часть. Да и вообще, чтобы понимать, что происходит, хватает, просятам всего не хватает. Вот мы проводили, ну да, на пятый день уже можно давать грановые. С пятого дня грановые идут уже, в принципе, можно давать, но они пока, наверное, не будут есть. Им всего хватает, да. Мамку они, мамка большая, второй опорос, и она, соответственно, очень большая. Килограмм в ней сто, сто пятьдесят, сто семьдесят, наверное. Ну, большая. Поросяток не очень много, в принципе. Зум у меня что-то пропадает. Сейчас он вернется, наверное. О, вернулся зум. Получается, они, в принципе, родились не очень крупные, где-то полтора килограмма, кило четыреста были. Это самые крупные. А мельче, наверное, и меньше были, и того меньше. Ну, я вот смотрю сейчас по размеру, они как бы подогонялись, подровнялись. Одинаковые по размеру. В принципе, примерно все одинаковые. Нет такой конкретной разницы, чтобы в разы было, да, как-то. Рыжик, а ну заходи, кушай. Давай, меня кушать не надо, на ход, чтобы ей уши чесать. Смотри, наш лапшу почесать, чтобы хозяин. Давай, давай. Считай, что это ты обменяешься. Видишь, что у тебя хозяин молодец. Ну, условия у них райские, можно сказать. Всегда тепло, и не воняет. Еда есть, поэтому им остается всего ничего, быстро расти. Все самое сложное сделали мы для них уже сделали. А для них требуется вообще такая мелочь. Да, вырасти. Да, вырасти за шесть месяцев до 100 килограмм. И все, больше ничего не надо. Некоторые, вон, сперва не ходили, лапы как-то передние не держали, их на коленях ползали. Сейчас, смотри, уже все, у всех лапки нормально стали. Слабенькие, наверное. Да, фиг их знает, да. Мы уже один раз их витамином и железом прокололи на третий день. И сейчас будем на десятый тоже кололить. Ну, это в среда где-то будет. Сейчас у нас воскресенье, да, в среду где-то проколем. Не надо меня пробовать, у тебя есть еда. Людей есть нельзя. Ну, вот так вот они себя чувствуют. Вот так они растут. В принципе, я же говорю, ну, как бы, многие, наверное, будут сейчас писать в комментариях, заняться нечем, взвешиваешь их там. Но, вот что я хочу отметить, лучше лишний раз его взвесить, ну, допустим, там в период 7 дней проверять вес, контролировать. Чтобы потом не удивляться, когда, допустим, либо корма пошли не то, либо еще какие-то проблемы, они остановятся и не будут расти. Первые 3 месяца очень важны для развития и роста. Если прозевать этот момент и вдруг как-то чего-то им будет не хватать, то все будет печально. Дальше будет сложно его стартануть, потому что интенсивный рост там 4 до 7 месяцев, 4 до 9 у них у свиней. А потом они, как бы, на единицу корма гораздо меньше дают прироста. Поэтому, чем раньше мы их разгоним, как следует, чем они быстрее вырастут, тем будет эффективнее к содержанию. Пока, в принципе, содержание, трудозатраты минимальные. Как сказать, затраты на корма, конечно, у меня из-за того, что я все держу, ну, нет у меня возможности где-то вырастить это зерно. Придется, приходится на покупном все сидеть. Ну, тем не менее, все равно, я думаю, все это окупится. Главное, навоз чистить. Да, главное, деньги с этого заработать. А то, что навоз не чистишь, это приятный бонус. Очень приятный бонус. Да, повторюсь, подстилка опилки с бактерией. Бактерия фирмы Водограй. Кстати, я использую эти бактерии и в канализации в сливной яме. Ну, не эти самые, а у них есть продукция для сливных ям. И они очень эффективно показались. Я вот последний раз весной, весной, год назад выкачал, выкачал бочку. Через месяц бочка, ну, яма наполнилась опять. Выкачал еще раз бочку и засыпал бактерии. И вот я уже до февраль месяц я еще не качал. И, как бы, я думаю, сейчас даже, я думаю, нет смысла и выкачивать будет. Я просто добавлю еще раз бактерий. И яма, вероятнее всего, очистилась в плане, ну, как, стенки ямы, поры там. Ну, мало того, еще одна проблема, сливается канализация, и вода из ванны сливалась. И, естественно, там забилось сильно свои. В общем, зачем я вообще вот отвлекся? Все, поросят взвесили. Бес поросенка 3 килограмма. В среднем есть и покрупнее, я смотрю. Ну, по таблице 2,6 должен быть в недельном возрасте. Ему еще только 6 дней, и он уже весит 3. Я думаю, все отлично пока. Тут, ну, чтобы не сглазить, вы там тоже плюньте и постучите по дереву. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.